Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим о матчах заключительного, 30-го по счету тура Беларусьбанк Высшей Лиги. Одна из команд, Баты, уже финишировала в турнире домашней встречей со Сморгонью, встречей, которая закончилась меньше двух часов назад. Как обычно, давайте прежде всего освежим в памяти ситуацию в турнирной таблице. Три ее верхние строчки выглядят абсолютно так же, как и по итогам предыдущего чемпионата Беларуси. Кстати, два сезона подряд, как и сейчас, в истории чемпионатов тройка призеров не менялась до этого года дважды. В 2012 и 2013 она была следующей – Баты, Шахтер, Динава, Минск. А в 2014 и 2015 – Баты, Динава, Минск, Шахтер. Сейчас у нескольких клубов могут измениться итоговые позиции. Ну, а главная интрига последних матчей, на мой взгляд, заключается в том, кто же займет четвертое место – Брещане или Витебляне. Ведь при определенных обстоятельствах оно даст возможность сыграть в Лиге конференций. И перехожу непосредственно к анонсам. Продолжится 30-й тур двумя матчами в субботу. Они начнутся одновременно в 14 часов 10 минут. Уже понятно, что из команд, которые мы увидим в деле 30 ноября, на самом высоком месте в итоговой таблице окажется Гомель. Рыси послезавтра в гостях сыграют с канонирами. Эти клубы встретятся в элите лишь в четвертый раз. В каждом из трех их предыдущих поединков побеждали южане. Причем дважды с крупным счетом. В первом круге 5-0, а в августе 2022-го 4-1. Гомель – единственная команда высшей лиги, в матчах с которой Арсенал пока не набрал ни одного очка. Посмотрю-ка я и на обратную сторону медали. А имеет ли зелено-белый с кем-то еще из соперников такой же стопроцентный результат? Отвечаю – не имеют. Вот такая тут уникальная статистика. Держинцы в 9 предыдущих встречах турнира набрали всего 4 очка. Они не могут забить уже 395 минут. А их безвыигрышная серия составляет 9 матчей, 5 поражений и 4 ничьи. А вот у гомельчан все с точностью до наоборот. Они почти на таком же турнирном отрезке в 8 турах не проигрывали. 4 победы и 4 мирных исхода. У них есть потери в составе. На грядущий поединок дискварифицированы Илья Рощеня и Лукуман Алиу. И еще у двух игроков этой дружины предюбилейные показатели. Алексей Антелевский провел в высшей лиге 99 встреч, а Роди Эфаге – 49. Предыдущий матч подопечных Андрея Горовцова с Мазырянами был для них 800-м в элите. Больше встреч в высшей лиге только у квартета клубов Минского и Брестского «Динамо», «Шахтера» и «Немана». А самый первый поединок южане провели 18 апреля 1992 года. В тот день Гомсельмаш, так называлась команда, сыграл в гостях в ничью 1-1 с Тречицким ведричем. Слуцк-Нафтан – такая афиша у еще одного субботнего матча. И он, скажу еще раз, стартует в последний осенний день в 14.10. Хозяева на прошлой неделе победой над минчанами-горожанами прервали сразу две неприятные серии. Во-первых, до нее они не выигрывали в четырех встречах к ряду. Три поражения и одна ничья. А во-вторых, наконец-то, на 500-й минуте приостановили свою голевую засуху. Новополочане же не могут забить в чемпионате 505 минут. Вот такие тут совпадения. Как видим, голы нынешней осенью соперникам даются с огромным трудом. Так что, ставим на весьма популярный в последнее время счет 0-0. У Случан есть шанс повторить лучший для них результат за 10 предыдущих сезонов высшей лиги. Занять седьмое место. Как и в 2017 году. Ну, а нафтановцам, конечно же, сейчас главное без травм и дисквалификаций подойти к переходным поединкам с Нивой, которые, напомню, состоятся 4 и 7 декабря. Команды будут выяснять отношения в 12-й раз. Слуцк был сильнее в четырех случаях, а нафтанк в пяти. В первом круге на Атланте убедительно 4-1 выиграли гости. О воскресных матчах я расскажу чуть позже. А сейчас с удовольствием передаю слово Наталье Данилевич, которая познакомит вас с новостями белорусского футбола. Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами рубрика «Профутбол.Ньюз». Женская национальная сборная уже находится в Ташкенте на учебно-тренировочном сборе. Впереди у команды два товарищеских матча против сборной Узбекистана. Игры пройдут 30 ноября и 3 декабря. Отметим, что по состоянию здоровья с командой не полетел главный тренер Юрий Малеев. Обязанности главкома будет выполнять Руслан Камейша. Состоялась жеребьевка переходных матчей БВЛ. Напомним, за право сыграть в высшей лиге в следующем сезоне будет бороться Нафтан Новополоцк и Нива из Долбизна. Итак, первый матч противостояния пройдет в Долбизна 4 декабря. Ответная встреча состоится в Новополоцке 7 декабря. Новополочане по итогам этого сезона заняли 14 место в таблице элитного дивизиона. А Нива завоевала бронзу первой лиги. Встреча против Гомеля в рамках 29 тура высшей лиги стала для капитана Славия, защитника Павла Чикиды, сотой в элитном белорусском дивизионе. За свою карьеру 29-летний футболист выступал в элите за Смолевичи, Днепро МЧЗ, Гомель и Славию. В 100 играх Чикида отметился показателем 8 плюс 8 по системе гол плюс пас и 15 раз получал предупреждение. В текущем сезоне капитан Мазырян провел 25 встреч, забил 8 голов и отдал 1 ассист, а также 4 раза видел перед собой желтый свет. Встреча 16-го тура РПЛ Пари-НН Динамо-Махачкала завершилась без забитых мячей. Ховбек Динамо Кирилл Зинович провел матч в запасе. Пари-НН под началом Виктора Гончаренко в 16 баллами идет на 9-й строчке в таблице РПЛ. Динамо-Махачкала с Артемом Радьковым с таким же количеством баллов располагается на 11-м месте. Полузащитник Кирилл Премудров продолжит выступать за Торпедо Белас. Соглашение рассчитано до конца 2025 года. В текущем сезоне за Жодинцев Премудров провел 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, два раза получил предупреждение и один был удален с поля. После 29 туров Торпедо Белас занимает третью строчку в турнирной таблице высшей лиги, имея в активе 56 очков. Отметим, автозаводцы гарантировали себе бронзу в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси. Матч 16-го тура российской премьер-лиги «Крылья Советов» Ахмат завершился в пользу хозяев. Счет 2-1 в пользу самарцев. На 68-й минуте Уткин из Ахмата не реализовал пенальти. Латераль «Крылья Советов» Кирилл Печенин был заменен на 84-й минуте. Команда Печенина поднялась на 10-ю строчку РПЛ, набрав 16 очков. Ахмат с 9-ю баллами продолжает идти в зоне вылета на предпоследнем 15-м месте. С вами была Наталья Данилевич и новости белорусского футбола. Продолжится 30-й тур четырьмя встречами в воскресенье 1 декабря. Три из них начнутся параллельными курсами в 14 часов. В Сарегорске главные неудачники сезона «Шахтер» и «Днепр» в рамках высшей леги встретятся в 56-й раз. У Горняков двухкратное преимущество в соотношении побед – 26 на 13. В первом круге они взяли верх со счетом 3-2. И все тогда, 7 июля, решил автогол в самой концовке на 88-й минуте защитника Могилевчан Дмитрия Алисейко. После той игры подал в отставку главный тренер Днепра Вячеслав Герасченко. В истории их предыдущих встреч выделю ту, которая состоялась 15 августа 2022 года в Могилеве. И принесла «Шахтеру» более чем убедительную победу – 7-0. Это самое крупное поражение днепрян в чемпионатах. В последний раз на родном строителе саригарчане уступили Могилевчанам 15 лет назад. 1-2 – 19 сентября 2009 года. А вот затем при своих болельщиках они этим соперникам не проигрывали в 9 матчах подряд. 6 побед и 3 ничьи. Абсолютно, скажу так, синхронно начнут развиваться события и в Гродно, где небом принимает Минск. Они встретятся между собой в 39-й раз. Здесь баланс побед 18 на 13 в пользу минчан. Но в последнее время в этом противостоянии больше преуспевают гродницы, у которых сейчас с горожанами 4-х матчевая беспроигрышная серия. По хронологии – ничья плюс 3 виктории с сухим счетом подряд. Напомню о том, что в двух последних поединках Немана в чемпионате зрители голов не увидели. 0-0, как известно. Таким были результаты Хегар и с Минским Динамо, и со Смаргонью. У вратаря неманцев Максима Белова стало 17 сухарей. Больше их – 19 только у Федора Лопоухова. Кстати, «Страшворот чемпионов» в понедельник побил рекорд Андрея Климовича, который, будучи голкипером именно футбольного клуба «Минск», в 2016 году не пропускал в 18 встречах. Продолжаются две серии желто-зеленых. Они не пропускают уже 285 минут и не проигрывают в 9 встречах к ряду. 5 побед и 4 ничи. А у Минчан, как известно, на прошлой неделе проигрыш Слуцку 0-1. Очень обидно для них приостановил цепочку из 4 встреч без поражений. Мало того, что они пропустили на 90-й плюс первой добавленной минуте, так это еще был и автогол собственного защитника Владислава Грековича. И еще один воскресный поединок «Славя Торпеда Белас» начнется 1 декабря также в 14 часов. Хозяева не проигрывали в четырех своих предыдущих матчах в турнире. Одна победа и три ничи. А гости в 11. Шесть побед и пять мирных исходов. Жонинский клуб единственный в лиге, который забивал абсолютно во всех домашних встречах. Соперники встречались между собой 30 раз и гораздо чаще выигрывали автозаводцы. В 16 случаях, в том числе в первом круге 3-0, при всего 7 викториях у Мазырян. Причем торпедовцы не проигрывали по лишукам и в 16 предыдущих матчах в целом. 11 побед и 5 ничьих. И в 9 последних на поле «Слави». 7 побед и 2 ничьих. Представляете, сколь гости, ну, мягко говоря, неудобные соперники для хозяев. В последний раз победный праздник 1-0 был на Мозырской улице 27 апреля 2015 года. И принес его в гостях тогда нападающий Нефтяников, а сейчас игрок торпеда БелАЗ Денис Лаптев. Замечу, что у лучшего бомбардира Жодинцев Максима Скавыша 14 голов в сезоне и 128 в сумме высшей лиги. В последней номинации он занимает 5-е место и уступает всего 1 гол Геннадию Близняку. И еще 3 декабря день рождения у Жодинца Ильи Рудского. Также в воскресенье 1 декабря, но уже в 16 часов, отсалютуют начало зимы Ислач и Витебск. Это их противостояние имеет 16-й порядковый номер. У Волков на 4 победы больше. 9 против 5 у соперников. И, как видите, удивительный факт. Лишь однажды они, как говорят, подписывали мировую. Хозяевам из-за дисквалификации не поможет защитник Олег Веретила. Кстати, успевший поиграть и за северян. У него 6 предупреждений в турнире. А всего у капитана Ислача стало 95 желтых карточек в чемпионатах. Больше всех. Он опережает идущих тут следом Виталия Володенкова и Павла Рыбака. Соответственно, на 3 и 15 горчичников. А в списке гвардейцев турнира Веретила догдал Игоря Стасевича. У них по 415 матчей высшей лиги. И они делят в этой номинации 12-13 места. А впереди планеты всей. Тут, напомню, Александр Шагойко. В активе которого 470 встреч в элите. В минувшем туре команда из Минского района выиграла в Могилеве 3-1. И все три мяча в ворота хозяев забил Александр Будько. Это третий хитрик в чемпионате. После трюков со шляпой Брещан, Егора Корцова и Михаила Гордечука. Несколько слов о Будько. Он их, конечно же, заслужил. Так вот. У воспитанника футбольной академии Немана это лишь второй сезон в сильнейшем дивизионе. В прошлом году он в шести матчах за Жоденцев не забивал. А в этом сезоне в 19 поединках отличился уже 8 раз. Заключительная встреча и 30-го тура, и всего 34-го чемпионата Динамо-Брест, Динамо-Минск состоится 7 декабря. И ее я проанонсирую в следующей программе. Также в ней мы подведем некоторые, в том числе и статистические итоги сезона. А сейчас о перенесенном поединке 16-го тура с Моргонь-Динамо-Минск. Который будет сыгран в понедельник, 2-го декабря и начнется в 14 часов. Конечно же, и я искренне поздравляю и нового старого чемпиона, и серебряных, и бронзовых призеров. Динамовцы не проигрывают в чемпионате уже в 9 встречах подряд. 7 побед и 2 ничьи. У сморгонцев также до сегодняшней игры в Борисове наблюдалась беспроигрышная серия, слагаемыми которой были 2 виктории и 3 мирных исхода. Причем в этих 5 встречах они не пропускали вообще 492 минуты. И что любопытно, в 4-х первых поединках этой серии ворота на замке держал Максим Азарко. Уж не знаю почему, но 23-го ноября во встрече с Гродницами, ничья 0-0, его заменил Иван Новичков. И как видим, также не пропустил. Соперники встретятся между собой в 12-й раз. У гостей 8 побед, у хозяев 1. Этот единственный выигрыш «Медведей» 3-1 случился на родной для них юности. 25 июня 2023 года. Помните, тогда Матвей Дукса забил практически с центра поля. А вот затем в двух следующих матчах чемпионата «Медведей» просто разгромили сморгонцев. 7-0 во втором круге в прошлом году. Это самое крупное поражение для команды Игоря Слесарчука в истории. И 5-0 в первом круге в этом году. Вот и все на сегодня. Покажем еще полное расписание тура. И напомним о прямых трансляциях на телеканале «Ясное ТВ». Не забуду искренне поздравить всех именинников. Приходите на стадионы, включайте телевизоры. И поддерживайте родной белорусский футбол. Всего вам доброго. И до встречи через неделю в программе «Про футбол». Субтитры сделал DimaTorzok